привет идет уже почти месяц война сводка с такая что где-то примерно 20 тысяч трупов ну соответственно нажать и на 360 тысяч раненых начинают приходить гробы ну кого успели собрать нашей области да и везде в основном очень много смотрю значит запись записи разговоров и где всех удивляет это равнодушие но то что я и рассказывал накануне данным давно что у россияна полностью отключили вот это вот сострадание собственным детям как так называемая самосохранение выживаемость какая-то полностью отключена но я говорю возможно это из-за житья в квартирах городах но я хочу не об этом я хочу не об этом ну привет кстати не высказался никогда бурь биомусор биомусор вон одна наземные войска там ну понятно набираются деревень ну а что вы можете сказать про летчиков что вы можете сказать это не биомусор это люди которые целенаправленно уничтожают детей жилые постройки ну города имеется ввиду ну все уже знают про детские сады и все знают про драмтеатры все знают про все остальное которые запускают со стратегических бомбардировщиков крылатые ракеты это те калибры это не биомусор вы говорите что вы говорили что летчики белая кость и там голубая кровь элита вот такая элита вражки вот такая она элита я это наблюдал еще данным давно когда есть такой мальчик в маске такое но он рассказывает про соответственно достижение техники разбирает какие-то технические вопросы ну кстати он общался с этими вот летчиками которые сейчас молодые курсанты в авиационных училищах что их заставляет туда идти служить вот этому фашистскому режиму да то же самое их заставляет то что вот эти вертолетчики летчики стреляют по украинскому народу что их заставляет жажда крови жажда жда вот это людоедское людоедское сказать мышление то есть дело чикатило живет и множится и продолжается них воспитали вот таких чикатил которые с упоением наблюдают развороченные трупы кишки они наверное человечину пробовали я не исключаю это их наверняка так и воспитывают давайте как во как повторим как как сказали как деды наши повторяли насилие убийство всех во всех странах в грузии но их можно дофига перечислять почему я и разоблачил эту всю военщину еще накануне вот этих украинских событий я все проанализировал говорю это не нормально это не нормально что творили они в афганистане ладно что они там творили что не дана была оценка как они там оказались почему они это сделали почему они уничтожили три с половиной миллионов афганцев за что зачем вот такое общество выросло и сейчас конечно вот этот мясорубка перерабатывает их на фарш и все говорят что китай должен не хочет таскать не не должен помогать а он и не собирался помогать это все действует в его интересах происходит это даже очень странно воды не будет никогда помогать видя как дубасят друг друга белые как они их называют астроносы обезьяны просто доставляет большое удовольствие но дело в том что китай сам по себе государство такое что так сказать ну почему это все они заварили вот эту кашу потому что у них давно нет роста она не может быть потому что инновационный какой-то энтузиазм то что иссяк его никогда и не было к ним завезли технологии они стали ими пользоваться ну естественно на воровстве собственных у них никогда не было и не будет и такая структура которая разбухает от долларов что естественно у нее на первое не совершенствоваться не улучшать жизнь своего народа соответственно заглатывать новые и новые куски чужих территорий только за счет этого она может сохранить внутреннее равновесие это поглощение других народов других полезных ископаемых уже даже ну не знаю какому дураку непонятно или как бы все уже говорят об этом что китай заглатывает ресурсы россии ему конечно же выгодно полное тотальное уничтожение ее армии и дальше сейчас говорят что незакрытое небо надо украинами ему китаю опять же он позвонил байдену своим так сказать вассалом и сказал что не давал никаких средств про пво серьезных имеется ведут эти пукалки так называемые да там стингер и все остальное ну да вертолетчиком хана но только тоже через кровь и через пот украинского народа но стартейка стратегов они конечно не достанут а будут ковровые бомбардировки будут видимо ятерное оружие дальнейшем будет использовано как фактор как фактор не то что устрашение ну принципе и устрашение всего мира вот эта шавка путинская конечно китайская китайской цепной пес ци цепина он уже договорено ну даже все спрашивают почему ци цепин не позвонит ему и не прекратит а зачем зачем ему это нужно зачем ему им нужно какое-то логическое завершение вот этой военной операции я смотрю с удивлением наблюдаю что не предъявляется сейчас китаю ничего еще пока но уже как бы назревает до люди начинают прозревать и в конце концов я вот хочу рассказать как будет после войны но вы знаете что я разработал многую теорию новую значит присмирение присмирение всех так называемых народов которые у каждой своей верует в аллаха в иисуса в буду в кришну там тысячи миллионов пятьсот я предлагаю вам заменить это все на одну так сказать усмиряющую и ученых и бездарей и всех остальных и поставить на место вот этого бога эволюцию что в принципе даже является абсолютно правильным и окончательным ни один ученый не один биолог не один антрополог физик химик не может здесь что-то сказать против потому что так она есть эволюция эволюция всем управляет она везде невидима во всех уголках все эпитеты можно сказать что она вас и любит и на вас она и наказывает если вы так не так себя ведете и делаете не то она за вами наблюдает ну все 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 что относится к любой религии только лишь вот эти постулаты что нужно читать одну книгу в жизни и на протяжении многих веков это конечно нужно явно отменить эволюция конечно будет любить вас еще больше если вы начнете развиваться начнете изучать науки начнете совершенствоваться образовываться не сидеть на месте воспитывать себя свое тело дух ну вести здоровый образ жизни потому что вот как я рассказываю что что такое почему вот я допустим ну не нищеброд и соответственно не быдло и все остальное потому что я за это заплатил я за это заплатил хорошим здоровьем я за это заплатил трезвым умом потому что я трезвый я не пью не бухая я веду заплатил этот кровь и под кровь потому что у меня были мозоли от штанги от гантелей под потому что я каждое утро своей жизни начиная с 12 лет бегаю я уже наверное много-много цистерн плота пролил на этом поприще что что мне это дает мне это дает бодрость готовность к любого решению любой задачи это дает мне так сказать ясность ума и инновационный подход нестандартного мышления это много мне что дает вот это да вот этот дар это так побочный эффект от этого здорового образа жизни они посиделок до ночи значит с какими-то пьяными друзьями на шашлыках непонятные разговоры о том что как они в бане там что-то делают лучше почитать учебную книжку по сейчас можно посмотреть лекции всяких ученых вот что мне это дает ну вот и фактически теперь я во всеоружии управляю его смотрю на мир свысока так сказать наблюдая вот это все движение букашек и предугадываю все эти движения и ну фактически я завишу от вас от этого мира я тоже живу в нем если сейчас бомба упадет атомная рядом ну да вы сдохните но и я пострадаю мне приходится вот писать вот такие ролики значит что дальше я предлагаю в дальнейшем я уже вам рассказал что армия дальнейшем не нужна армия в таком виде вот эти дармоеды которые ходят вот сегодня я смотрю утром они собираются идут на работу как бы они не на работу идут они идут прожирать наши накопления и устраивать вот эти армагеддоны то есть такая армия нам не нужно армия должна быть как хобби то есть вот эти все военные так называемый мы будем все воин весь народ мы будем значит это иметь как факультатив как хобби сегодня ты днем ты бизнесмен здесь ты стоишь в пекарне свободно от работы это время суббота воскресенье вечером возможно через день через вахту ты занимаешься свое удовольствие стрелковой подготовкой перепрыгиваешь через вы рассваиваешь и птуры садишься за штурвал значит штурмовика как я и говорил что еще где-то в 90-х годах я посмотрел на эти танки походил по этим выставкам и сказал что танки не нужны но вчера пожалуйста уже прозвучал этот голос что сейчас танки это как конница в свое время как лошади это очень смешно он очень он вязнет он дорогой тяжелый и абсолютно никакой защиты и угрозы он не представляет танки были не нужны еще до 15-20 лет назад ну я тогда предлагал вертолеты но сейчас возможно уже и вертолеты устарели сейчас видимо беспилотники рой рой и беспилотников разведывательных ударных всевозможных вот такое направление значит здесь нужна электроника здесь нужны операторы здесь нужно обслуживающий персонал вот вот этим мы будем заниматься то есть образуется вот такой примерно как бы так сказать и государство которое имеет армию и не как бы ее нет но она как бы есть потому что каждый пенсионер каждый не значит школьник знает свое место знает свой маневр и у него вооружение стоит в чулане и он может быть ходит с ним и может быть это везде до в любую мою секунду любой момент может дать отпор любому агрессору которому не понравится это естественно вот такое общество будущего соответственно дальше я предлагаю отмену абсолютно всех налогов то есть налогов в таком государстве не будет вот это вот как говорится кормовая база вот этих вот рэкетиров а вот этих социалистов которые все время возносят лозунг что надо делиться но этот самый лучший передовой их не лозунг на их знамени который происходит от бандитизма от рэкета что надо бы делиться вот вот этого деления и делиться будет нечем потому что никакого бюджета так сказать у этой страны не будет не будет у нее и президента видимо будет какой-то давайте вместе создавать какой-то коллегиальный орган из каких-то умных людей которые имея имея и проявляя себя видимо в каких-то в научных областях философских всех остальных тоже будут соответственно управлять этим государству давать такие-то какие-то это советы выборы видимо будут абсолютно платные вот что что дальше что дальше но если фантазию развивать то как мы можем так сказать противостоять извне если я так же скажу что у этого государства не будет паспорта не будет гражданство не будет национальности и не будет общего языка то есть граждане будут состоять из таких такого на таком либеральной основе но либеральная я еще раз повторю политический риберализм будет соответственно выглядеть как сообщество по интересам то есть каждый здесь будет стараться в своей области превзойти другого и кто победит тот и будет процветать в той или иной степени никаких-то социальных пособий никаких-то выплат и пенсий здесь абсолютно не будет то есть семьи развивая какой-то бизнес будут заботиться о своих детях и чтобы этот бизнес расширялся детей будет больше возможно они кого-то будет привлекать вот сюда вписаться каким-то иммигрантам которые будут жить на пособии платить плате попросить милостыню абсолютно невозможно это абсолютно бессмысленно если они будут ходить ордами по улицам и требовать что-то то их просто закон или как в воле будем кого-то перестреляют кого-то еще они просто сами не добывая себе никакого пропитания сами повымрут или сбегут оттуда ну а если они привнесут в эту значит местность какие-то инновационные технологии свою волю ум изобретательность то пожалуйста все условия для этого там будут существовать второе третье четвертое видимо придется оказаться от полностью практически от медицины то есть вот это вот продлевание вот этого беспомощного состояния старости вы выцарапывается того цвета немощных младенцев или каких-то каких-то кто за заболевание какими-то генетическими страдает то есть это будет не лежать не на обществе а видимо на той семье на тех родителях которые ну произвели на свет соответственно ребенка который не может выжить без каких-то медицинских медицинских или еще каких-то значит поддержки так называемый если он ну немощный как хиггинг хокс но очень умный то видимо он сможет продать свой ум и купить себе самому поддерживающие его приспособления составы медикаменты все остальное вот только так только так никаких стран ну возможно страховки будут но это надо тоже развивать в дальнейшем вот так дети конечно же будут школах обучаться на основе не зубрения каких-то постулатов на основе я предлагаю поменять полностью структуру школы и во-первых ставить перед перед детьми задачу ну допустим задачу создать новый автомобиль или заставить новый авто летательный аппарат вот как как я это сделаю а вот как как это сделать вот пусть он уже и значит начинает постепенно изучать сопромат и механику баллистику там не знаю физику химию что для этого нужно электронику и все остальное издали оставили какие-то небольшие сперва задачи по не так обучая имеется ввиду что ну абстрактно вот тебе нужно будет когда-то что-то а вот именно конкретно именно конкретно какую-то задачу и тогда он будет видеть для чего это как это и сам будет радоваться когда ему получится 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 создать какой-то объект неважно какой может быть на кончике пера может ему помогут математики такие же ученые ну в смысле ученые и его же друзья и наслание этого они будут по подъездам сидеть и не в пялиться и курить а будут что-то создавать будут предоставляться видимо лаборатории инструменты материалы все что только можно в этом будут заинтересованы их не родители ну и соответственно общество вот такое я предлагаю значит дальнейшем соответственно будет хождение конечно же только криптовалютных денег я же опять же предлагаю как собственно изобретение назвать ее эволюция на основании этого этих крипто денег будет обмен обмен в этом в это как бы ценовые коллуберации в новой стране цели будут поставлены как я уже рассказывал сохранение нашей планеты для дальнейшей экспансии на другие миры но это звучит как-то шокирующе но что вы я же уже сколько раз объяснял как вы хотите вы или не хотите солнце все равно в конце концов лопнет или потухнет или как взорвется земля погибнет все прекрасно знаете вот это конечно задача ну как сказать далекого или будущего а вдруг упадет метеорит а вдруг комета как вот сейчас рассказывают это все равно тоже может это уже намного больше так сказать вероятность так что сменяться над этим не надо потому что у такого государства не одно должно существовать не само по себе а должна быть цель а цель вот такая цель такая отбор передовых так сказать мозгов с идеальными конструкциями совершенствования его для для давнейшего распространения любой структуры у плохой она хочет распространиться но и хорошая также должна иметь такую цель значит распространить свое благотворное влияние на все большее пространство тут возможно это будет расширяться подключаться как бы все больше и больше территорий если соответственно эта структура понравится она будет жизнеспособна она не может быть не жизнеспособна мы увидим это на основании допустим израиля который противостоит всему миру и который вынужден устанавливать у себя как я говорил законы вот такие допустим в школе что там я не сильно специалист но мне это рассказывали как у них ведется образование на основании критического мышления что есть никакая догма не ставится не под сомнение она все они отвергаются то есть ее нужно как бы заново доказывать и возможно это приводит к открытию еще лучших так сказать открытий интересных ну вот такая у меня идея вот такая политическая будет структура этого государства вот такое финансовое обоснование вот такой значит сказать строй который открыт для дополнения улучшения и все и всего остального то есть у нас не будет каких-то чиновников которые пьют кровь только из непроизводящие является непроизводящими силами и которые разводят эту демагогию что пролетариат угнетенный пролетариат еще какой-то все нужно отобрать все нужно поделиться со всеми то есть будет абсолютная власть так сказать ума фантазии и изобретательства то есть власть ну мы можем сказать денег но как мы их назовем непонятно будут ли это деньги какой-то основа финансовая вот вот такое вкратце и не будет вот таких вот мразей урок или как-то биомусора который устраивает постоянные соответственно войны ну вот я и говорю почему это происходит потому что нет эволюционного отбора потому что вот эти идиоты копятся они множатся и потом они вот устраивают вот такую веселую жизнь нам ну они конечно не сами это делают потому что их толкает опять же на это эволюция она противостоит оглуплению мира она больше я так представляю ну предписывает нам все-таки созидание а когда вот такое государство как россия занимается только разрушением и саморазрушением оно должно быть соответственно расчищено вот этих идиотов глупцов чтобы было в нем свободно себя чувствовать людям с нестандартным мышлением с каким-то видением будущего которое будет настроено на созидание вот сейчас происходит процесс естественного отбора ему не надо собственно говоря мешать а нужно помогать со всеми силами останавливать эту войну вроде как и надо и вроде как непонятно нужно ли потому что еще не не перемолота вот этот весь биомусор его и очень еще много их не родители которые их туда послали они еще живые они могут еще воспроизвести такой же биомусор то есть вот эта задача должна быть соответственно но она решается на большом промежутке конечно времени так быстро ее конечно тоже не решить но вот я и говорю ее можно решить только отлучением их от доходов от доходов которые они получают незаслуженно от производящих сил то есть от рабочих которые не хотят вот этой войны вот но которые невольно вовлекаются во все это которые произвели эти танки вот эти самолеты им соответственно что делать в таком обществе если мы допустим ну я говорю что туда будут просто стекаться стекаться только те кто не запятнан тот кто хочет заниматься всем этим возможно я не знаю мы будем изгонять оттуда вот этих военных и все и все остальное так как они абсолютно бесполезны они ничего не могут они почему пошли в эту армию потому что соответственно ну в быту они гвоздя перебить не могут и то себе палец отобьют или еще что-то это абсолютно бесполезные для общества люди они у себя в мозгу имеют только убить убить и убивать и самоубиться ну это практически самоубийство так же вот а так вообще предлагают даже как как это программа минимум если какое-то государство ну попадет под какие-то там вот как допустим Россия если она сможет выкарабкаться из этого в том плане что поменять все руководство обложить потом этих военных как с ним бороться налогом 80 процентным 70 процентным 60 процентов ну в зависимости от того что он там натворил чтобы они вернули допустим государству народу обществу все то что они украли у него своей зарплатой своими вот этими действиями и таким образом они будут наказаны убивать их конечно не надо пускай они работают вот таким каторжным трудом возможно любым дворниками я не знаю там грузчиками землекопами только чтобы у них хватало на еду ну так как они в скотске жили так пускай они дальше скотские живут только уже не принося никакого вреда вся зарплата у них практически будет отбираться потому что это очень справедливо что они натворили со страной что они натворили с народом все эти суммы должны быть возвращены и ими как незаконно присвоены я так это понимаю но это как бы такая небольшая программка не относящаяся соответственно к общему нашему делу в дальнейшем если что будет но я также подпишу какой-нибудь видосик пора уже говорить не только о войне а то что будет дальше все видят сейчас прекрасно просто к чему это все приводит и во многом многие задаются видствуют из здоровья которые уход от налогов уход от армии но если налогов не будет волей или неволей всем придется так сказать работать и вот кто преуспеет тот и преуспеет в дальнейшем тот и будет продолжать свои гены на протяжении сказать периода будет такой вот отбор естественный неестественный но он естественно естественный гуманный абсолютно Потому что несправедливо, что пьяное быдло, которое все время просыпается в своей моче и блевотине, требует от нас каких-то социальных пособий или всего остального, производящих вот таких вот ублюдков, которые берут какое-то оружие, кинжал и начинают всех кругом крушить и убивать, внося, значит, соответственно, хаос. Это нужно прекращать. Продолжение следует...